всем доброго времени суток уважаемые также подписчики и гости моего канала вот сегодня у меня будет обзор про мой спиннинг которым я уже рыбачу несколько сезонов как-то я все обещал снять про все мои спиннинги видео но тут туда-сюда разные дела все так получается но рыбацкий сезон уже подходит к своему началу можно так выразиться наверное у нас еще на дальнем востоке осталось чтобы вступить в полноценную рыбацкую фазу наверно дней 10 или может быть 14 дней то есть в районе наверно двух недель амур у нас еще стоит горные реки участками какими-то определенными открыты где-то там на быстром течение на перекатах либо еще где-то небольшими этими участками ну то есть полностью еще ничего у нас не открыто но любители уже ездят рыбачат по этим промоином по открытым участкам уже ловят успешно скажем так уже можно съездить маленько сбить мандраже в руках и утолить жажду после долгой зимы чем принципе я тоже собираюсь заняться ближайшие 10-14 дней как пойдут реки но я усердно жду когда уже вся вода полностью откроется то есть хочу полноценной рыбалке по промоином я бегать не хочу хочу уже подождать когда уже полноценно уже откроются реки можно будет спустить на воду лодку навесить лодочный мотор и уже полноценно поплавать посмотреть по тем местам которые понравятся вот сегодня я расскажу вам про спиннинг фирмы black hole у меня практически да даже не практически а по факту так и есть на сегодняшний день я оставил у себя спиннинги только black hole все остальные спиннинги от них благополучно избавился которые были вот это у меня спиннинг black hole называется он hitman ну как переводится hitman я думаю тут многое рассказывать по этому поводу не надо все знают и есть такая компьютерная игра hitman и все многие знают как это слово переводится спиннинг у нас длинный получается длина его 2 метра 80 сантиметров тест его от 20 грамм до 80 грамм и нагрузках шнура там либо лески от 18 до 40 либров вот все эти параметры я думаю вам видно вот спиннинг у нас получается мощный тяжелый вес его по факту что-то я смотрел на весах что получается в районе 250 до 250 грамм там с копейками скажу что-то вот такое на весах точно не помню но 250 чем-то вот в этом вот районе хотя у производителя на каком-то сайте я смотрел там даже побольше выходит но по факту он оказался вот в районе 250 грамм весело ну что могу сказать палка серьезная палка мощная ловите этой палкой однозначно не мелкую рыбу палка рассчитана на очень большого серьезного хищника на трофейного однозначно тут ничего не скажешь по этому поводу и за это время сколько у меня будет а спиннинг свое название hitman он реально оправдал он отработал на всех крупных таймине их более чем я бы сказал даже хорошо просто хорошо отработал может быть можно применить слово замечательно но как бы сказать не могу такого сказать был у меня один такой нюанс с этим спиннингом знаю что это было там бракованный может быть или чего то есть пришлось у меня от него одну вершинку вот это вот заказывать от рыбачивая буквально им несколько рыбалок да и взял короче протянул шнур между кольцами фрикцион был ослаблен ну как практически ослаблен так или еле чуть-чуть подтянут и я поднял спиннинг и потянул шнур чтобы ну вытянуть его дальше до конца чтобы привязать карабин и у меня в этот момент практически на не затянутом фрикционе произошел слом верхнего колена вот в этом вот районе меня конечно такой момент очень даже не обрадовал буквально я им тогда от рыбачил всего пару-тройку может быть меньше рыбалок он был новый не знаю может быть при транспортировке был где-то удар бланка либо еще что-то ну прям на я практически на не затянутом фрикционе произошел снова верхнего колена я просто был как бы сказать расстроен в таком моменте ну ничего страшного фирма коекс мне предоставила второе колено вот и вот уже со вторым этим как бы сказать коленом уже которая мне прислали я вот уже рыбачу и никаких нюансов такого рода не происходит я даже пробовал затягивать фрикционный тянуть рукой за конец вытягивать шнур его очень сильно нагружал ничего не произошло так что мне хотелось бы верить что тот момент был каким-то случайным либо там по каким-то причинам брака либо где-то я ударил бланк хотя в принципе не знаю все спиннинги я транспортирую как всегда все одно и то же и пока не с одним спиннинга у меня вот такие вот вещи не случалось у спиннинга катушка держатель у нас стоит фуржи это можно прочитать я думаю надеюсь что будет видно катушка держатель вот такого вот стиля сделан как правильно он называется не могу сказать это народ билдеры знает там все эти номера классификации всех этих держателей вот он сделан в таком стиле вот скажу спиннинг для таких весов и для таких тестов и длины я бы сказал не плохо сбалансирован но для баланса рекомендую вам катушку от скажем так вот трехсот пятидесяти грамм и выше 350 это даже самое крайнее это уверенно чтобы был более-менее какой-то мало-мальский баланс это нужно катушку от 400 грамм для этого спиннинга ну и в принципе она это понятно да что такой спиннинг с таким тестом от 20 до 80 и длиной 2 метра 80 сантиметров это конечно как бы сказать с балансом таких спиннингов за затруднительно моего другу покупали спиннинг тоже на таймене искали по всему хабаровску примерно такого же класса спиннинг искали во первых у нас хабаровске таких спиннингов с тестом до 80 мы вообще не нашли по всем магазинам которые мы знали и объездили находили что-то в районе там а скажем так пятидесяти шестидесяти и даже такие именитые спиннинги как гамакатсу которая стоят космических денег мы брали катушку и пробовали его ну сразу же в магазине эту катушку прицепить и навесить даже такой спиннинг как гамакатсу там за бешеные деньги там баланса у него просто не было просто не было там даже был продавец и хозяин магазина вышел они даже покраснели я им говорю вы что говорю вообще продаете вот за эти деньги за бешеное смотрите у меня там вообще нет баланса и мы для интереса вбрались витрины карповые катушки здоровенные и догнали этот вес не представляете до килограмма только в районе килограмма у спиннинга вот этого гамакатсу там появился баланс килограмм ну чё смеяться катушка там просто из ряда вон выходящая ситуация называть модель спиннинга и магазин я вам не буду скажем так ну мне просто не интересен этот момент как бы сказать но и сколько мы других спиннингов видели до более дорогих таких именитых брендов у всех с балансом у таких мощных больших спиннингов у всех скажем так головняк конкретный у этого спиннинга более или менее баланс в районе 400 грамм он уже присутствует где-то вот скажу вот в этом вот районе вот вам скажу вот если палец поставить в принципе это уже что-то это уже что-то более-менее хотя бы здесь этот баланс уже присутствует в принципе 4000 катушки там и либо 5000 они как раз в районе 400 грамм и весят в принципе очень удачно такая модель спиннинг мощный очень сильный строй у него скажу очень быстрый экстрафас как в динамике так и в статике строй очень быстрый что в принципе для горной речки это очень такой оптимальный вариант особенно для такого мощного хищника как таймень это просто необходимое условие первое для чего нужен такой мощный быстрый спиннинг да это в первую очередь подсечка этого мощного хищника так как у него очень большая челюсть костяная нужно пытаться тройником за нее зацепиться даже можно сказать если правильно сказать по факту забагрится потому что пробитие просто нереально попытаться забагрится мощнейшей подсечкой да с очень быстрым строем и потом уже не давая никакой слабины сдернуть его с этого места если вы его поймали в районе залома данном и на яме он произошла поклевка то конечно тут его сразу же моментально форсировано в первые же секунды нужно его из-под этого залома отводить там на середину реки иначе просто он зайдет в залом тут же кидается в яму залом и достать его из этих корчей на таком быстром течении уже никаких шансов у вас уже не будет то есть это экстремальная форсированная рыбалка от начала до конца то есть как вы начали работать так вы продолжаете работать и только уже тогда когда вы его отвели там на середину реки либо вывели на косу если вам это повезет вышли там уже можете расслабиться и уже спиннингом выкачивая как эти все говорят надо выкачивать спиннингом ну я скажу так это говорят те люди которые не попадали в нормальные ситуации не ловили большую рыбу просто вот есть эти ситуации как я вам час описывал когда спиннингом выкачивать просто нету возможности это первое а во второе если вы будете выкачивать спиннингом у вас произойдет сразу же слабина вот небольшая этой слабины достаточно чтобы уйти крупному таймению объясняю почему вот приходится кидать вот такие вот приманки в районе скажем так 100 грамм до веса и и 100 гр 100 грамм вообще не маленький ну и длина его 18-20 сантиметров а то и до 30 сантиметров видите вот я ложу даже вот с рукой что я вам показываю относительно что воблер очень немаленький марка воблер это и зури это получается модель по моему если вам не соврать это худра магнум до утра магнум то есть вес его около 100 грамм глубина погружения тоже у него до 5 метров может быть и более видно какие у него мощнейшие тройники если даже положить на на ладошку и когда вы цепляетесь за кость вот так примеру могу сказать вот палец это кости да и как только получается слабина да видите то спиннинг вернее приманка превысок как бы сказать падает вниз да и под своим 100 граммовым весом она просто с этой кости хоп соскальзывает и таймень еще трясет головой вот так вот и крутится вокруг своей оси попытаясь найти рычаг вот этот вот получается сход мгновенный вы сразу же теряете крупного трофейного тайменья от этого иногда выкачивать спиннингом просто невозможно то всегда нужно держать равномерную натяжку спиннинг должен быть загружен бланк должен отрабатывать и приходится при первых каких-то поклевках и моментах работает только катушкой не только уже на завершающей стадии когда вы уже вывели в определенное место в безопасное его там уже можно применить уже выкачивание спиннинга то есть вот этот спиннинг как раз создан вот для таких красивых мощных приманок приманка вот такого цвета голографическая очень рабочая кто если ловит крупных хищников однозначно рекомендую вот что еще сказать по этому спиннингу я уже в принципе не знаю все в принципе вам описал все его характеристики то хочет ловить большую рыбу рекомендую цена его на сегодняшний день не могу сказать с повышением какая-то будет но спиннинг не является классовым там топ топ-класса и дорогую категорию он шибко дорогой не попадает не в бюджетную тоже не попадает спиннинг очень хороший особенно мне нравится как он кидает вот такие вот мощные большие приманки 100 граммовые впуливают их просто на такие расстояния иногда мне кажется что те расстояние могут достигать в районе 80 метров может быть даже до 100 метров точно я не измерял как-нибудь можно будет даже померить взять какой-то там груз и кинуть побив вдоль берега и померить это расстояние для интереса катапультировать у них как бы сказать кидает очень сильно очень мощно и очень далеко тут главное следите за пальцами потому что могут образовываться вот такие вот порезы и шрама не знаю в камеру видно или нет вот шрам то есть кусок пальца может при забросе просто отлететь вот всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч уважаем